Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Известный инвестор Рэй Далио недавно выпустил новое интервью, в котором он поделился тем, что будет дальше, что будет делать ФРС США и является ли положение вещей в экономике временным, сможем ли мы вернуться к тому, что было до этой высокой инфляции, до пандемии и так дальше, как это повлияет на цены и когда нужно покупать активы, а когда нужно хранить сбережения в наличных деньгах. Обо всем этом он и рассказал, давай сегодня с тобой послушаем самые главные его тезисы. Будет очень интересно, и на самом деле перевести это было крайне сложно, поэтому я надеюсь на твою поддержку лайком. Если мы наберем хотя бы 3 или 4 тысячи лайков, я буду знать, что не зря ломал голову. Спасибо большое за поддержку. Это ясно видно по рыночным ценам сегодня и по всему, что происходит. Есть от 3 до 5 важнейших событий, что сейчас происходят, и они влияют на рыночные цены. Динамика и перемены в этих событиях неизбежно тоже повлияют на рыночные цены. Начнем с первых трех. Первое – это то, что происходит с деньгами и кредитами. Другими словами, когда процентные ставки приближаются к нулю, а правительство тратит намного больше денег, чем зарабатывает, это означает, что огромное количество денег просто печатают. Такая система, конечно же, отражается на рыночных ценах. Это то, что происходило совсем недавно. Второе событие – это масштабные внутренние конфликты. Например, из-за растущей пропасти между бедными и богатыми. Также из-за политики. Это разделяет республиканцев и демократов, что влияет на налоговую политику и на потоки капитала. Все это вместе отображается на рыночных ценах. И третье большое событие – это рост новой силы – Китая, что создает угрозу для существующей лидирующей силы США и существующего мирового порядка. Это тоже влияет на рыночные цены и повлияет еще больше с ростом конфронтации этих двух сил. Есть еще два события, которые на протяжении истории всегда влияли на рынки. Чтобы их осознать, мне пришлось изучить последние 500 лет истории человечества. Четвертое событие – это развитие технологий и эволюция изобретательности. С каждым новым столетием эти два события ускоряют свои темпы роста. Принятие их сильно влияет на наши жизни, так что их нельзя игнорировать. Пятое событие – это природные явления. Знаю, что я понял интересного, когда изучал последние 500 лет истории человечества. А то, что природные явления, например, засухи, потопы и пандемии, унесли больше жизни и уничтожили больше цивилизаций, чем что-либо другое, включая войны. Природные явления приходят неожиданно, понимаешь? Например, пандемии или засухи, которые случаются раз в 100 лет. Но они имеют большое влияние на рынки, и эти явления, как пандемия, например, останутся главными событиями, что влияют на цены. Я думаю, нужно посмотреть за кулисы рыночных цен. Что мы там увидим? Я расскажу простыми словами. За этими ценами скрывается то, что мы тратим куда больше, чем зарабатываем. Я говорю и про отдельных граждан, и про целые страны. А нам нужны деньги, частично из-за политических проблем, частично из-за других причин. Так мы создаем огромный долг, что еще больше умножает нуждаемость в еще большем количестве денег. В результате мы приходим к очень низким процентным ставкам. Даже реальная доходность облигаций приносит очень мало. Это значит, что если ты вкладываешь в эти активы, ты будешь терять покупательную способность все равно, учитывая, что инфляция намного выше процентов по тем же облигациям. Это приводит к тому, что все меньше и меньше людей хотят вкладывать и хранить свои деньги в этих активах. А значит, поток денег перетекает в другие инвестиционные активы, а также в товары и услуги. Что мы сейчас видим? Акции уже не очень дорогие, но в отличие от них облигации очень дорогие. Что у них одинаково? Это ожидаемая низкая годовая доходность. Кроме этого, у нас есть высокая инфляция. Так что очень важно понимать парадигму, в которой мы находимся, и какова динамика капиталов, и что инфляционное давление становится большой проблемой. Большой вопрос для рынков сейчас, будет ли ФРС США и другие центральные банки еще больше ужесточать монетарную политику. И какой будет налоговая политика? Все это повлияет на цены в будущем. В истории финансов всегда есть кредитор и должник. И в истории финансов всегда была возможность наращивать спрос созданием долгов и денег. Было такое время, как 70-е годы. Тогда Пол Уолкер, председатель ФРС США, попытался сделать так, чтобы было хорошо накапливать деньги, но плохо было брать их в долг. Такая попытка была продиктована высокими процентными ставками, что привело к большой дефляции. Это закончилось тем, что в 1971 году президент США отменил золотой стандарт доллара. Никсон сказал, что они больше не были способны обменивать золото за наличные доллары. Так что в истории всегда было две ситуации, когда были очень высокие процентные ставки. В такой ситуации выгодно держать средства в наличных. И вторая ситуация, когда ставки были очень-очень низкие, тогда лучше всего держать активы. Это повторяется снова и снова на протяжении истории. Поэтому мы можем использовать это как гайд для определения того, что произойдет в будущем. Это главный двигатель всей системы. Другими словами, инвесторы, кредиторы и заемщики смотрят на относительную ожидаемую доходность кэша, облигаций и других классов активов. И на основе этого двигают свои деньги между ними. Например, когда процентные ставки растут, монетарная политика ужесточается, кривая доходности облигаций падает, замедляется доступность капитала для долгосрочного кредитования, инвесторы обычно начинают сохранять кэш, что приводит к замедлению экономики. Вот так система и работает, как по мне. Рынок – это как покер. Я играл в покер 50 лет и знаю, что это игра, в которой умные люди забирают деньги у тех, кто глупее. Вот так это работает. Доллар, как резервная валюта, дает возможность Америке печатать мировые деньги. Это одновременно и хорошо, и плохо. Способность создавать долг дает тебе покупательную способность во время таких кризисов, как пандемия коронавируса. Возможность печатать валюту, которую принимают по всему миру, позволяет Америке продавать больше долгов. Потому что, когда ты покупаешь долг у кого-то, для кого-то это долг – валюта. Другими словами, покупатель долга владеет также и твоим обещанием вернуть тебе валюту. И когда у тебя есть мировая резервная валюта, это позволяет тебе наращивать еще больше долга. Теперь интересно, когда влезали в еще большие долги, и если делали это неправильно, например, не через долговые ценные бумаги, исторически это приводило к различным видам проблем в будущем. Как сказал однажды Джон Конли, бывший министр финансов, доллар – это наша валюта, но ваша проблема. Поэтому США сегодня с таким огромным долгом. Есть два главных источника инфляции – обычный спрос и предложение товаров, то есть цикличная инфляция. Если на что-то, чего мало, внезапно растет спрос, растет и инфляция. Это приводит к росту цены. Это исходит из сильного давления спроса, с которым не справляются мощности производителей. Цикличная инфляция зависит от того, насколько центральный банк к ней приспосабливается. И второе – это монетарная инфляция, когда создание долга огромно, но центральный банк печатает больше денег. Это приводит к их обесцениванию. Я думаю, сейчас у нас есть и цикличная, и монетарная инфляция. Если мы посмотрим на спрос на все, то увидим, что спрос намного превышает мощности производителей товаров. Также у нас есть проблема дефицитов товаров, и в будущем мы вполне можем увидеть очень низкие процентные ставки, что означает, что покупка дома, например, может проходить вообще без процентных ставок, кроме как процент по кредиту. Многие кредиты уже так и выдаются, так что без необходимости выплачивать основные платежи мы видим рост спроса на такие кредиты. Это может быть цикличный долг, но я не верю, что в будущем это будет только лишь цикличный долг. Также я изучил проблемы политики и проблемы дефицита товаров, и пришел к выводу, что нас ожидают некоторые изменения в расходах. Например, хотя я и думаю, что зеленая энергия и сбережение климата – очень хорошие вещи на длинной дистанции, сейчас это очень дорого и неэффективно. Это также добавляет рост инфляции. Я обеспокоен тем, что это в итоге будет оказывать влияние на абсолютно все процессы. И мы это уже видим, например, сокращение выплат компенсации и во многих других вещах это уже встроено. Все видят инфляцию вокруг себя, и она явно не собирается успокаиваться. Если взять только цикличную инфляцию, то хватит лишь ужесточения монетарной политики, чтобы с ней справиться. Но в монетарной инфляции уже приходится останавливать покупки, что очень-очень помедвежье влияет на рынки, да и на всю экономику в целом. Поэтому я думаю, что ФРС США будет работать только лишь с цикличной инфляцией, а также с существующими дефицитами товаров. Но я также убежден, что все эти процессы – невременные, но вряд ли мы вернемся к тому положению вещей, что были у нас раньше. Я не думаю, что это transitory, что мы вернемся к тому, что мы experienced раньше. Субтитры сделал DimaTorzok